Ситуацию в стратегически важной отрасли энергетики Владимир Путин обсудил сегодня с новым руководителем холдинга «Русгидро» Николаем Шульгиновым, который был назначен генеральным директором в сентябре. На встрече в Сочи он доложил президенту о приоритетах в развитии компании. В числе задач увеличение стоимости активов, что особенно важно для инвесторов, подготовка к осенне-зимнему периоду, ввод в строй новых объектов при безусловном соблюдении всех норм безопасности. Президент заявил, он ждет от нового главы «Русгидро» энергичной работы. Я очень рассчитываю, что весь свой опыт, знания и умения используйте для того, чтобы компания развивалась и дальше. Она имеет для энергетического, со стороны, очень большое значение. Есть и проблемы, разумеется, но есть и очевидные плюсы, очевидные достижения последних лет. И планы, что самое главное, серьезные, большие, если не сказать грандиозные планы развития. В соответствии с вашим указом, по четырех сройкам по тепловым станциям, которые строятся по Мурской области, Кабаровской области, на Савкалине, для пути, есть чем заниматься. Есть критика в наш адрес по организации строительства, по отставанию. Но я думаю, что ради сроков сдавать объекты, может, недостроены, может быть, не совсем хорошо. Совсем нехорошо. Это, наоборот, создает некую грузу в опасности функционирования энергетики. Сегодня же президент встретился с губернатором Мурманской области. Речь шла о социально-экономической ситуации в регионе. Марина Ковтун доложила главе государства о развитии промышленного производства и росте налоговых выступлений, в том числе за счет предприятий, продукция которых ориентирована на экспорт. Успехи в экономике позволили проиндексировать зарплату бюджетникам. В среднем она составляет около 43 тысяч рублей. Удалось также ликвидировать очереди в детские сады.